Как ты там говоришь? Не, подожди, не так. У нас же эта серия такая Рабочий визит, совмещенный с мечтой у меня. У Тимофея, как обычно, все в порядке. Сказали, едем, значит едем. А у меня, как оказывается, сбылась мечта. Я всегда мечтала попасть на Рождество в Вену, и вот мы летим в Вену, но пока мы еще в Ростове на доме с новым аэропортом. Я ехала всю дорогу и подумала, а был конкурс на название вообще? Да, по-моему, был. Слава Богу, это не Ростов на доме, мы его промахли. Да, Ростовский аэропорт назвали не Ростов. Расскажи что-нибудь, вообще красиво. Да, мы приехали в аэропорт Платов, ехали полчаса, хотя таксист обещал час. Обманул, но приехали раньше, это хорошо, поэтому у нас свободного времени много. Классный аэропорт, очень прям по-взрослому все сделано. Да, мы много где были. Обычные, да. Масштабы, да, конечно, такие не ростовские, рассчитан на большой трафик, и поэтому здесь так пусто, потому что рейсы пока еще остаются те же самые, как в старом аэропорту, а площади добавили. Тут сколько терминалов? Штук двадцать, наверное. В общем, мы вылетаем из восемнадцатого. Красиво. Очень. Мы не смогли снимать, потому что охрана и все такое. Вежливые девочки, пока, видимо, все еще. Ну, пока никого не напрягают. Мы, в общем-то, все такие вежливые и добрые. На самом деле, смотри, даже радует то, что очень много классных всех вот этих кафешек открыли. А не так, как раз в том аэропорту было, поднимешься, и там один несчастный кофе какой-то. Бутерброды сороканами. Славы, да, бутерброд. Не пойму с кем, да. А тут вот хлебная лавка, там все дела. Там лавка была только внизу, неудобно. Привет, Миле, называется. Помнишь, где мы с Милой тебя ждали? Вино пили, да. На свинясь. Как говорится. Вот тут даже какие-то рейсы вылетают до нас. Энди, ты был самый красивый в этом ролике? Конечно. Внуково очень странный аэропорт. Тут как-то все, блин, сложно. То международный сектор, то внутренние, как-то переходы маленькие. Нас вообще привезли сюда на автобусе через какой-то служебный вход. Вообще непонятно. Ехали, ехали. Вот. Такая штука. Но главная фишка – это ночные рейсы. Все-таки тяжело. Зато удобно, что прилетаешь утром и весь день у тебя есть, свободен. День не теряется, но зато теряется ночь, потому что не спишь. В самолетах очень сложно спать. Особенно в самолетах «Ютейр». Они очень маленькие, узкие. И ноги никуда вытянуть. Даже мне, с моим небольшим ростом. Мне есть что сказать. После этих самолетов соседи должны на тебе жениться, потому что реально, блин, ты едешь как будто в обнимку с чужим с женой. Ладно еще я, а если тебя обнимать с чужим с женой? Да. Три дня назад узнали, что едем в Вену. И вот мы здесь. Заодно протестировали аэропорт Платов. Очень понравился, кстати. Хороший персонал. Пусто. Нет очередей. Вежливые кушечки. Да. Прикольно. Пока нравится. Не знаю, если не испортят идею, то… И, кстати, туалеты там нормальные, в отличие от тех картинок, которые я видел в соцсетях. Туалеты хорошие. Закрываются. Кабинки отдельные. Все. Светились? Все. Просто видела, в фейсбук выкладывали фотку туалета. Там не закрываются двери наружные. Стоит унитаз, писсуар и рядом раковина. Нет, не видно. Но это где-то в зоне вылета, в зоне прилета. Что такое? Что такое? Не знаю. Где-нибудь такое нашли. Может быть, это то ли для людей с ограниченными возможностями. Красиво. Да. Так что туалеты мы проверили. Все хорошо. И там есть хлебная лавка. Очень вкусно готовят. После Платова-Внуково аэропорт, конечно, показался старым сараем. Но понятно, что он раньше построен. Ну и как-то все там коряво сделаны эти переходы. Мы пока нашли международный терминал. Да. В общем, было сложно. Но тоже быстро, кстати, прошли. Да. Это все не по улыбке. И здесь все очень странно. Да. Аэропорт Вена, но может быть в самой стране, потому что мы видели, да? Да. Не знаю, как это называется. Мы выходим, и мы обваливаемся сразу из тех, которые заходят люди. То есть там какая-то каша, малаша, видела, одновременно это летаешь, поприлетаешь. Этот несчастный китюфри похожий на магазин Макмит. Ну, очень маленький, в нем, кстати, даже косметики там немножко есть. Тожество. Там, да, намешали все. И сувениры, и косметику, и алкоголь. Очень. Ну, на вылете, ладно. На вылете самые крутые магазины Дети Фри в Стамбуле. В Париж. А, нет. На прилете. На прилете? На прилете, да. На прилете, да, в Стамбуле. В Париж, вспомни, были. Дефонишн, да, и все на свете. Да, да. Там было круто, да. Именно не было круто, но закрыто. Ага. Сколько есть про Вену? Про Вену я знаю, что здесь есть опера, та самая знаменитая. Что здесь живет семья основателей Захер или Захер. Собственно, одноименный торт есть, и очень много всяких других сладостей. Мы посмотрим и расскажем про них. А дальше... Обычно будет. Да. У нас есть какой-то футур, все где мы все время есть. Вообще, сейчас мы же на Рождество приехали, так случилось. Сейчас в городе очень много ярмарок, естественно, съедобных и сувенирных. Вот мы попытаемся, сколько успеем пройти. Потому что, говорят, тут классная еда и все. И все очень красиво. Будем смотреть. Ой, Глянь, говорит, Парижский. О, давайте ждем. Ой, давайте ждем. Угу. Угу. Только обсуждали, сидели, что уже давно мы никуда не приезжали первый раз, и уже обычно приезжаешь, и все знаешь, и такие, там, вы первый раз в Париже? Вот такие. За этот месяц, да. Ага. А тут мы приехали, и мы такие, а это что? А то что? А вот смотри, вот еще какое-то. И особенно для меня вообще буквы все неприятные. Я такая, что же делать? Что написать? Декрафт фон Мэр аж не читается. И? Алис Драйв. И что бы это значило? И это только что ты можешь переводить еще не до ученства. Я читать не могу. Я просто слова позабывал, на самом деле. Отдельно слова могу еще сказать. Отлично, главное начать читать. Да. Ну, я думаю, просто вспомнить слова. Я учил когда-то этот язык. Очень хороший язык. Язык Тиля Линдомана. В этот раз мы будем жить в отеле, который называется Мотель Ван Виан. А дальше непразносимое для меня слово. Что-то там про Страссе. В общем, сейчас точнее название скажем. Елизабет Штрассе. Так, вот так он красиво выглядит. Ну, пойдем внутрь там поснимаю. О, это он. Да, это он. О, все бока. Надо почитать. Видимо, это... Я слышала, что это какой-то очень интересный отель. Очень красивый. И у них все такого синего цвета. Синенькое все. Ой, какие сердечки. О, это сердце. О, это сердце. Да, это сердце. Ты знаешь, до вечера, да? Для 27. 27, да. Да, без вечера. Да, без вечера. Да, ты хочешь вечера, а также? Да. Я тоже хочу кушать. Я тоже хочу кушать, но я же не ем. О, вкусно. А тут у вас что? Ой, как красиво. Ну, захватит этот вазончик много. Я просто хочу снять таков. Просто видишь, тут тоже как красиво. Второй этаж, эти ключи, и это название для Wi-Fi и password. Угу, супер. Хорошо. Так вот, практически, это центр. Очень хорошая камера. Это наш блог о Ревене. О, класс. О, класс. И ты это делаешь на Инстаграм? Инстаграм, в инту, когда у нас есть веб-сайт. Очень хорошая. Мы здесь. Здесь есть опера. Это, кстати, под этим зданием. И самое главное, что я рекомендую, если хотите увидеть все, можете путешествовать по рейнам. Ага, вот этот рейн, как я говорила. Здесь есть два музея, природные истории и искусства. О, музей, да, как мы любим. Здесь есть Музейский музей. Мой любимый современный искусство. И, как ты там, тоже можешь увидеть Хелену Хуфболк. Это очень известный, который находится в Хелене Хуфболк. Ага, это оно? Да, и в кафедроле, конечно. Спасибо, Стивен. Вы можете проходить. А вот здесь, например, у нас есть огромная пляжная 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 пляжная. И вот здесь можно купить, так как вы просто поедете на правильной стороне опера. И, да, для Хрисмасса, мы здесь есть один, который очень хорош. Вы можете также ходить к ним. Смотри, какая красивая ёлка. А здесь вот тоже, смотри, какое кафе внутри. Класс. Правда? Да, класс. Это как в Four Seasons также выходит. Да. О, лифт. У тебя ключ? Да. Второй этаж. Очень красивый отель. Красивый, да. Ресепшн. Девочки говорят по-английски. Очень все легко и удобно. Потому что немецкий я напрочь забыл. Только читать умею, но не переводить. Но с этим нет проблем. Вот так называется отель. Отель One. Какой у нас номер? 267. Ого. 267. Ого. 200 туда. Так. Ой-ой. Ого, какую большую. Он отель большой, да, получается? Да. Тут может быть еще где-то есть. Нам куда-то сюда. тут как а он же в квадратный мы же делись с тобой ой как красиво это что у вас лесенка смотри так я же говорю тут пока заблудиться можно 257 а у нас здесь только ничего вот мы пришли миленький такой да сине-белый кресло как обычно снимай видео пока я не захоломила номер только холодно мне может быть это как-то регулируется до чем чемодан остался в карьере о господи я испугалась у нас камин включился боже можно очень сильно испугаться просто включился камин он же не греет а это я прошла видимо и он заработал так а что у нас видно из окна а из нашего окна та-та-та-та-та окна наши выходят но какую-то хрень красивую эти русские все сломали знаешь пришли эти русские все разломали суши там внизу фонтаны только нервнич сейчас не работают вот огромные фонтаны бог эхо фонтаны сейчас не тебе холодно потому что ты отвыкла от парижа в париже было также ехала халат может быть здесь что нет халата я буду ходить голая придется ходить голой кому-то голенькой шкафы много шкафов халатов нет а полотенце есть дизайнерские лампы поставим обогрев я поближе посмотреть ванну очень удобно для двоих можно одновременно чистить зубы или умываться или носки стирать в общем классная вещь фен удивительно но это не валера ализео какой-то лизао и душ а души есть хернболе 2-1 для мытья всего человека и туалет чем все приятно кстати крючки для халатов есть аутсук выход написано выход туда мы идем по бесконечному коридору написано авцук туда аутсук можно уроки немецкого хотя бы картину повесить чтобы ориентироваться ничего уже непонятно как займитесь почему это денег стоит да это да расточительство просто и тут авцук арбайта на дисциплина ровцук мы идем на завтрак еще не были ни разу на завтраке здесь сейчас же кажется что сегодня его нет не смешно вчера было рождество да не факт что он работает завтрак сегодня мы посмотрим у нас осталось всего лишь 40 минут шайзах я же в германии до австрия ну а и 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 вот, смотри, как я выбрала там, потому что здесь тепло, оно мне сказало. И вот, смотри, что завтракать. Да? Да. Прикольно? Такой континентальный завтрак, в принципе, для Европы вполне стандартно. Да? Правда яиц нет. Странно, сейчас найдем. О, но вы еще, америка, есть нас. Музыка. 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 Да не, мне переборщило, страшно было, я переборщило. Он помнит, я спила, а люди такие, а я такая, а как его наены spin? Он это просто лился просто. А я, когда набирал чай, я подставил кружку не к кранину, а рядом. и он начал и кипяток начал биться на на стол вот немного я сразу сразу исправился новый итак мы набрали колбаски сырок овощи яйца хлеб йогурт и ручу чай стандартный завтрак мятная вода у них почему-то мятная вода и правда ну там мята была в бае в общем будем есть немецкий это немецкий это все-таки нет ты не угадал дружок не дальше . тут видимо видишь сьют мне кажется мы куда-то не туда едем вот так запомни это это е да уютно здесь вечерком если так прийти посидеть ну да